Нельзя нарушать правила дорожного движения. Я даже сказал бы, дети они не нарушают. Это мы до них не донесли, что так поступать нельзя в жизни, что это опасно. Ошибку, которую они могут допустить на дороге, ее никак не исправить. Головное дорожное движение написано на крови. Есть факты, когда дети управляют и механическими транспортными средствами. 14 ТП, 1 погибший, 17 раненых. Обращаемся к родителям, чтобы они всегда свои ключи держали только при себе. Ни в коем случае, чтобы не было допуска, когда дети без спроса садятся и совершают дорожное происшествие. Альмитический район. Ребенок погиб. Мотоцикл Минск. Девочка-пассажир. Происходит ДТП. Ребенок один пострадал. Но один из детей погиб на месте. Выехали на проезжую часть, автомобиль не замечает, совершает наезд. Каким плачевным фактом привело данное происшествие? Коллеги, мы вывели на слайд только при тех условиях, когда разрешено управлять. Это, во-первых, возрастной ценз, 16 лет, при наличии категории М и по объемам двигателя. Это легкие мотоциклы, мотоциклы уже с рабочим объемом более 125. То это с 18 лет и категория без прав. Ну, нельзя подходить к транспорту. Не просто так же обучают в автошколах. Не просто так проходит медицинское обследование. Это и зрение, и физический ребенок должен быть здоров. Ну, и в школе он же обучается, он не только правилам дорожного движения, теорию, он и практику изучает. Также мы хотели сказать, что какие санкции, это от 5 до 15 тысяч. Но еще раз, коллеги, мы, наверное, должны доводить не то, что штраф, а то, что к чему приводит несоблюдение правил дорожного движения. Часто мы замечаем, что катаются на квадроциклах, но и хочу сказать, что на квадроциклах тоже нужны водительские, не водительские, а тракторные удостоверения. С категорией А1 только возможно управлять данным видом транспорта. И поверьте, он страшнее мотоцикла. Он неустойчивый. Не всегда его могут удержать. Не только дети, но и взрослые. А со взрослыми на квадроцикле у нас есть трагедия. Но и с велосипедами, к сожалению, в этом году произошло 37 дорожных распроисшествий, и 37 детей получили ранения. Для велосипеда, как и для мотоцикла, мы проговариваем, что есть определенные правила. Дети также должны спешиться. Дети должны, экипировка должна быть. Также перечислили, что запрещено делать. Это одной рукой, по возрастному цензу. Технически исправно также велосипед должен быть. Дети должны носить светоотражающий элемент. Светоотражающий элемент спасает жизнь. Другого не дано. У нас погибают дети, мы об этом поговорим день, два и все, мы об этом забываем. Как будто так и должно быть. Мы, наверное, действительно должны бить, не только говорить об этом, в колокола бить. Восемь детей погибших. Но что касается светоотражающих элементов. Если на детях, у которых совершили наезд автомобиля, были бы светоотражающие элементы, может, и мы не допустили бы этой трагедии. Даже производили замеры, как светоотражающий элемент, на каком расстоянии он будет заметен. Спасибо.